Включение Карской губы в состав Северного рыбохозяйственного бассейна и возможность для жителей прибрежных поселков ловить рыбу на законных основаниях, а также другие важные вопросы в сфере рыболовства на территории Ненинского округа, обсудили в ходе рабочей встречи глава региона Юрий Бездудный и заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Пробелы в правилах рыболовства в районе Карской губы устранены Росрыболовством после переговоров губернатора округа с главой ведомства Ильей Шестаковым в Москве в январе текущего года, поскольку досадная техническая ошибка не позволяла жителям прибрежных поселков, расположенных на востоке округа, ловить рыбу на законных основаниях и невольно создавала условия для браконьерского вылова рыбы. Внесены изменения в правила для северного рыбохозяйственного бассейна, туда внесена Карская губа. Сейчас эти правила находятся в Министерстве юстиции на регистрации. Рассчитываем, что в ближайшее время эта регистрация произойдет. В свою очередь глава региона отметил важность принятого решения для жителей округа. Для нас действительно очень важно, в округе живет чуть больше 44 тысяч жителей, многие из них рыбаки и очень многие из этих людей, они просто живут рыбалкой. То есть это не хобби, это не какое-то времяпрепровождение, это способ выживания. Стороны обсудили также вопрос о передаче полномочий по выдаче путевок на семгу в округ. Планируется, что совместно с Росрыболовством будет сформирован новый рыболовный участок на реке Печоре, который будет передан под управление округа. А впоследствии участки Городской и Чайкино также перейдут от федерального учреждения Главрыбвод в окружное казенное учреждение. В ходе встречи Василий Соколов проинформировал губернатора Ненецкого округа о научных исследованиях Росрыболовства. Можно ли в арктических условиях еще и разводить рыбу? Мы сейчас пытаемся нашему сориентировать, что найти все-таки виды, которые были бы пригодны даже для таких суровых и тяжелых условий, где, казалось бы, аквакуультура не должна существовать. Как заметил представитель Росрыболовства, речь в дальнейшем может идти не о глобальных, а о создании доступных бюджетных проектов по разведению рыбы в арктических условиях. Кроме того, заместитель главы Федерального агентства Росрыболовства встретился с депутатами окружного собрания депутатов. Во встрече также приняли участие депутат Государственной думы Сергей Коткин и сенатор Денис Гусев. Участвовали в разговоре и главы поселков Амдермы и Усть-Кары, для жителей которых включение Карской губы в состав Северного рыбохозяйственного бассейна наиболее важно. В ходе встречи обсуждались в том числе перспективы преференции в правилах рыболовства для жителей Крайнего Севера. В настоящее время в Росрыболовстве рассматриваются порядка 40 предложений, поступивших из Ненецкого округа, по внесению изменений в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. На следующей неделе состоится заседание Северного научно-промыслового совета, туда эти поправки направлены, они будут там рассмотрены. Более того, договорились, что на следующей неделе еще в Москве в Управлении науки рассмотрим прям по пункту все эти предложения, на которые есть обоснования, которые будут признаны подходящими, ну не подходящими, а соответствующими нормативной базе. Соответственно, они внесем в правила, будем стараться как можно скорее. Рабочий визит представителей Росрыболовства в Ненецкий округ не ограничился только официальными встречами в коридорах власти. Василий Соколов встретился непосредственно с рыбаками, выслушал все их предложения по улучшению качества рыболовства на Севере. Участие в разговоре также приняли руководитель профильного департамента Альберт Чабдаров и депутат Государственной Думы Сергей Коткин. У нас вот путевки дают здесь, на лов это семги, там, значит, сега, так далее, да прочее, в районе, можно сказать, города, в черте города, тут недалеко. Жители, которые, вот, дальние поселки, например, Великолисточная, Ненос там и так далее, там прочее, они должны приехать сюда в город, получить путевку, это за 20, за 40 километров. За 130, какая-то несправедливость в отношении этих людей. Надо или разрешаем, не только здесь, но надо разрешить, может быть, на какой-то период, чтобы люди не ездили за 100 километров, а была возможность порыбачить там, в районе своих поселков. Функция формирования рыболовных участков лежит на правительстве субъекта. Мы готовы оперативно отработать, то есть по тем предложениям, которые будут, можно сформировать дополнительные участки. Вот, тем более есть, я считаю, что очень правильная идея в том, чтобы этими участками выходил на конкурс и оперировал потом казенное учреждение, которое здесь находится. Соответственно, она может тогда устанавливать и ценовую политику в соответствии с теми установками, которые будет давать руководство региона. Ну, с нашей точки зрения, это правильное решение, и мы его поддерживаем. Как пояснил руководитель регионального профильного департамента, уже в ближайшее время будут сформированы границы новых рыболовецких участков, и вопрос вынесут на общественное обсуждение. Николай Безумов и другие рыбаки посетовали на то, что, будучи официально зарегистрированными в городе, приезжая на малую родину, допустим, в Великовисочное, они не могут ловить рыбы в этой местности, не нарушая закон. Логика была такая, что надо поддержать сельского жителя, поддержать того, кто живет непосредственно на водоеме, и там, где он живет, он должен иметь возможность себя как-то другой покормить из-за этих соображений. Поэтому, что, ну, а так это москвичи питерцы скажут, а почему нам нельзя? Конституция у нас, это страна единая. Но поддержка должна быть все-таки адресной тем, кому тяжелее всего. Окружные рыбаки предложили разрешить ловить рыбу на территориях других муниципальных образований жителям, зарегистрированным в Ненецком округе. Прозвучали на встрече и другие предложения. Буквально, ну, год-два назад мы приняли очень непростой закон, в целом, для северян, это любительское рыболовство, которое годами не принималось, лежало на полке Государственной Думы. Мы, значит, его очень непросто нашло, его обсуждение, проверили десятки площадок. Все предложения, которые были от Ненецкоавтономных округов, это законы любительства образований, они вошли в тело федерального закона. Самое главное, это то, что разрешили на Крайнем Севере ловить любительское рыболовство сетями, разрешили ловить семгу, красную рыбу, что, в принципе, нонсенс, нигде по Российской Федерации это нет. Но, тем не менее, федеральный закон был принят, он, в принципе, дает большие возможности, в целом для любительского рыболовства, но со стороны подведомственных, нормативно-правовых актов, под законных актов возникли вопросы у жителей Ненецкоавтономного округа, потому что каждую поездку, которая была здесь, возникают вопросы, встречаясь с рыбаками. Много мы обращались и в территориальное управление, северно-территориальное управление, речь идет о правилах рыболовства. Поэтому мы и вчера с окружным собранием депутатов, с губернатором Ненецкоавтономного округа, сегодня встретились с жителями, с рыбаками, которые непосредственно живут на реке. Было очень много вопросов, было очень много предложений. Причем мы договорились так, что буквально на следующую неделю руководитель департамента у нас вылетает в Москву, все собирают предложения, чтобы мы их обсудили еще раз в Москве и приняли те решения, которые необходимы для жителей Ненецкоавтономного округа. Иван Никонов, Владислав Носкин, Телеканал Север.